Планета дзюдо Здравствуйте, Роман. Благодарю, что пригласили. Владимир, ну давайте, конечно же, я так думаю, что многие те, кто интересуется дзюдо, профессионалы, конечно же, знают о вас. Но, наверное, основная задача нашего интервью – это о том, чтобы новое поколение дзюдоистов тоже узнало о вас, знало, так сказать, историю не только российского дзюдо, но и вообще международного, о тех спортсменах, которые выступали, которые продолжают свою жизнь дзюдо. Так что вам слово, и давайте начнем с самого начала. Как это все получилось, что вы оказались в дзюдо? Если с самого начала мы гуляли с моим другом, как обычно в советские времена, наверное, все детишки гуляли по улице и увидели, значит, афишу с приглашением в секцию «Самбо дзюдо». И решили пойти и записаться. Мы хотели на самбо. На самбо, почему-то на самбо у моего друга. Не почему-то у моего друга дядя был самбистом, самбо занимался в какой-то период времени. И вот он, давай займемся самбо, запишемся на самбо. И вот мы пришли в секцию «Самбо и дзюдо». Это был какой год и вообще где это было? Это был 78-й год, 1978 год, город Туапсе Краснодарского края. Ну, сегодня для многих город Туапсе это уже не просто небольшой городок в Краснодарском крае на берегу Черного моря, но и, так сказать, наверное, один из центров дзюдо. Итак, вы выбрали самбо. Так, я понимаю, в начале. Мы, да, в начале планировали, что мы будем заниматься самбо. Мы не знали, что такое дзюдо, самбо. Так как вот у моего друга дядя там был, знал, что такое самбо, вернее, занимался самбо. И вот мы решили прийти и записаться на секцию «Самбо». Вас сразу приняли? Да, мы пришли, нас приняли, тренер записал без проблем, без каких-то там вопросов записались и начали тренироваться. А кто был первым тренером, с которым вам вот встретились лицом к лицу при записи? У меня первый тренер был Зафесов Зауру Зульхаджевич. Зафесов Зауру Зульхаджевич. Ну и как вам первое впечатление от первой тренировки? Вы помните вот этот первый свой приход в зал на тренировку? Если честно, нет. Если честно, нет. Я не помню, как это все было, свои впечатления. Ну, думаю, что впечатления, наверное, хорошие остались, так как я до сих пор связан с дзюдо. Поэтому, наверное, хорошие были впечатления. Ну, а вот ваши пути к самбо в начальном этапе потом как-то вот плавно переросли в дзюдо или все-таки каким-то образом кто-то повлиял на это? Ну, мы пришли так, как мы хотели записаться в самбо, но нас тренировали дзюдо. Это как так интересно? Ну, как секция самбо и дзюдо. У нас раньше всегда так было, школа самбо и дзюдо. То есть у нас не было, это сейчас отдельно, да, школа самбо, там школа дзюдо может быть, может, школа самбо и дзюдо. Так как в Майкопской школе у нас была школа самбо и дзюдо, там Эс-Дюшор, например, ШВСМ. Два вида спорта. Кто-то в самбо тренировался, кто-то в дзюдо тренировался. Кому ближе, что было. Ну, вот мы пришли, ну, тренировали дзюдо. Ну, естественно, нам это, мы не огорчились и приняли это с радостью. Поэтому ничего такого криминального или обидного, ничего мы не увидели, и поэтому все нормально. А вот ваши ощущения от занятий, вообще вот для вас это было в новинку вообще, вот, самбо, дзюдо? Вы до этого как-то хотя бы, ну, как сейчас так говорят, виртуально были знакомы? Что такое самбо, что такое дзюдо? Нет, нет, даже не понимал, что это такое. Даже не понимал, что это такое. Ну, что-то вот связано, тогда еще что-то такое с каратэ было у нас связано, там, еще тогда. Вот что-то вот, ну, что-то такое, самбо, самооборона без оружия, там. Ну, вот, друг мне говорил, говорит, самооборона без оружия, там, значит, будем защищаться, там приемчики есть такие, какие-то такие интересные. Так что будем на улице, если вдруг что-то, какая-то может быть ситуация, сможем защитить себя. Поэтому, благодаря вот таким вот приемам самбо. Ну, вот вы начали процесс тренировочный, и вот ваши, может быть, воспоминания такие более четкие уже, когда вы, ну, как-то осознали для себя, что вот вы уже понимаете, что самбо, дзюдо – это вот то, что вы, может быть, искали для себя. Да, ну, по крайней мере, вот в каком возрасте, там, юношеском или ближе уже к юниорскому возрасту, к молодежному, вы начали понимать, что это что-то то, что может вам быть интересно, как, ну, ремесло в жизни, или вообще, что вы можете проявить себя в этом, свой талант увидели? Ну, знаете, я не думал, что я нашел вот именно то, что искал. У меня даже мыслей таких не было, Роман, там, что вот я искал вот именно тот спорт. Я не искал спорт, мне интересно было, тем более в советские времена мы все равно такие были, уличные ребята, и нам интересно было все вот это что-то такое, скажем так, новое такое, тем более из единоборств, карате, самбо, дзюдо, ну, вот такие моменты. Поэтому у меня таких мыслей не было, что я нашел. Мне было интересно, интересно был тренировочный процесс, интересно было общаться с ребятами также в секции. Ну, мне все интересно было, мне сам тренировочный процесс был интересен. Ну, а в дальнейшем, конечно, я там уже понял, что это интересно. Во-первых, когда ты ездишь по соревнованиям, это новые города, новое общение. Что-то можешь увидеть новое. Поэтому в этом плане, как бы, мне вот это вот понравилось, и меня это захлестнуло. А дальнейшие победы, конечно, в дальнейшем, там, когда я уже там призером таких соревнований определенных стал, начал побеждать, ну, скажем так, завоевывать определенные медали, то, естественно, это все захватило еще больше, интереснее. И вот продолжение следовало. А вот ваше увлечение дзюдо, оно, ну, в виде проявления медалей на соревнованиях и так далее, это было, вот, на ваш взгляд, вот в этом детском возрасте, да, там, юношеском, это было, ну, как игра для вас или как что-то вот такое уже более серьезное? Насколько вы вот чувствовали вот эту вот, может быть, напряженность всего тела, то, что вот вам надо вот так превозмогать себя, чтобы побеждать? Или это было вот как-то вот так, знаете, легко и непринужденно? Ну, знаете, как мы говорим, дзюдо – это легко и в то же время нелегко. Потому что, ну, легко никогда не бывает. Во-первых, это утром-раном надо вставать на зарядку, там, в чем-то себе отказывать, там. То есть, та же сгонка веса, где-то не погуляешь. Ну, вот такие моменты, в чем-то себя ущемляешь. Поэтому, с одной стороны, это нелегко, скажем так, там кто-то гуляет, а с другой стороны, ты понимаешь, что там интереснее, например, там, в секции. Ну, это все-таки занятие дзюдо же не мешало вам как-то и свой досуг вне тренировок устраивать, там, какие-то прогулки, какие-то, не знаю, в кино сходить или с кем-то, с ребятами там встретиться? Или все-таки они как-то ограничивали вас, на самом деле, вот в таком вот жестком режиме дзюдо и все? Дзюдо – это и прогулки и все остальное? Да нет, после тренировочного процесса мы, как все ребята, я так же гулял, и веселился, и шалил так же. Выходил во двор, и мы так же общались и дружили, и все было нормально. Сам смысл в чем, что в тренировочном процессе, когда тренировки, ребята могли куда-то пойти погулять там, куда-то сходить. У меня этого нет, я понимал, что у них есть свои какие-то мероприятия, скажем так, и можно было не пойти не на тренировку, а пойти погулять. Ну, я понимал, что вот здесь вот интереснее. А тем более, когда уже начал опять возвращать, завоевывать определенные медали, то, естественно, уже это подстегивает так, что ли. Интересно, приятно. Вы знаете, многие спортсмены и вообще дзюдоисты, с которыми мне довелось беседовать, они, ну, некоторые из них, они говорили, что вот у них с самого детства была мечта стать чемпионом и так далее и тому подобное, потому что они видели, как другие становятся чемпионами. Я так понял, что вы пришли в дзюдо и самбо, да, изначально, как бы, не потому, что вы увидели каких-то чемпионов, да, и захотели на них равняться, а просто это был вот такой спонтанный выбор, просто вот ваш друг привел. Ну, вот вопрос, мотивация заниматься, мотивация стать спортсменом, как-то выигрывать соревнования, она как появилась у вас? Ну, знаете, у нас Туапсе город маленький такой, поэтому плюс у меня еще тренер Зульхаджевич всегда говорил, что спорт это, тем более это были советские времена, и вы сами помните, за рубеж можно было выехать кому? Это артистам, спортсменам, государственным людям, ну, вот в таком формате, я не имею в виду соц. страны, в соц. страны путевки были, а в кап страны тяжело было выехать, сами помните. Естественно, опять-таки, исходя из того, что когда уже более-менее в таком моменте с медалями, с теми же, когда начали ездить по городам и весям нашей страны большой, это Узбекистан, Грузия, Республики Азербайджан, и ты понимаешь, что так же можно выехать и за рубеж, и посмотреть, что за рубежом, тем более у нас еще город Портово был, знаете, и к нам приходили все равно, сюда, из других стран, зарубежных, и когда это видишь и понимаешь, что там что-то есть, там что-то есть, тоже там, за пределами нашей необъятной страны, и интересно было посмотреть, вот это тоже манило, влекло и давало такой стимул, что можно через порт съездить куда-то за рубеж, посмотреть, увидеть что-то новое. Это был один из таких мотивов к действию, да, к улучшению своего качества, там, борьбы, побед на соревнованиях. А вот когда у вас и вообще были ли такие мотиваторы в виде людей, там, спортсменов, которые добивались больших спортивных высот, дзюдо, самбо, ну, может быть, уже когда вы стали более, так сказать, таким осознанным, да, там, юниором, может быть, там, ближе к окончанию школы, кто вас, так сказать, увеличил ваше желание стать лучше? Знаете, там даже не юниором, а, я думаю, это младшие юноши были, наверное, 14-15 лет. Мы же все вышли из майкопской школы дзюдо. Мы все вышли из майкопской школы дзюдо. Это Якуб Камбалетыч Коблев. И у нас сборы проходили, неважно, Туапсе. Туапсе это был филиал майкопской школы дзюдо. Естественно, у нас были соревнования и в майкопе, там, и первенство края, там, еще какие-то мероприятия. Плюс нас уже в том возрасте вывозили на сборы по младшим юношам. И мы видели таких выдающихся спортсменов, там, как Хазрет Лицери, тот же Арамби Емиш и много других. И поэтому, естественно, и в тренировочном процессе смотрели, равнялись и понимали, что хотим быть такими. Ну, вот, как стимул, наверное, что ли, так сказать. Владимир, а вот у вас мечта стать участником Олимпийских игр вообще в детском возрасте была? Или появилась? Почему-то нет. Я вот честно говорю, почему-то нет. У меня не было такой мечты. Она потом уже пришла, а такой мечты не было. У меня мечта была стать чемпионом мира почему-то. Не знаю почему. Ну, не Олимпиаду. Про Олимпиаду уже потом, когда уже более таким зрелым спортсменом стал. Тогда уже, когда попал в сборную команду, там, так вот. Ну, вот у спортсменов-зюдоистов есть самое большое желание, да. Это самый топ, да. Так сказать, это участник Олимпийских игр. Если все сложится хорошо, это медалист или чемпион. Вторая строчка чемпионат мира и третий чемпионат Европы. Ну, такие вот самые три, наверное, кита, да. И вам, как спортсмену, удалось, так сказать, схватить одного из китов и стать чемпионом Европы. Вот это достижение для вас дало ли новый, как бы, разворот в понимании дзюдо, в понимании того, что все-таки вот можно, можно и следующий этап, и следующий этап? Да, можно, когда я стал медалистом чемпионата Европы. У нас же получилось как? У меня чемпионат Европы и через полтора месяца, по-моему, или через два игры Доброй Воли. И вот, когда я эти два старта выиграл, приехал с медалями, естественно, я стал понимать, что что-то можно еще и более серьезное выиграть. Дает уверенность, перебью вас, извиняюсь, дает уверенность. Даже после чемпионата Европы, естественно, уже себя ощущаешь и чувствуешь по-другому. Все равно там что-то происходит, в голове какие-то сдвиги. И понимаешь, а тем более у меня два таких старта было, этот и еще этот старт. Поэтому, естественно, так, понимаешь, что можно претендовать на более серьезные старты. Бесспорно, что во времена и Советского Союза, и в России всегда большая конкуренция. И во всех весовых категориях. И у вас тоже были очень достойные конкуренты. Имеется в виду те спортсмены, с кем вы выходили на татами внутри страны. Пока мы говорим, не говоря уже о запределами. Это другие страны, Япония, Корея и так далее, или европейские страны. Вообще, взаимоотношения между спортсменами внутри страны, насколько мы с вами как-то давно говорили о конкуренции. Вот такое взаимоотношение между спортсменами, оно влияло вообще как-то на энтузиазм в тренировочном процессе? Что я должен в этой конкуренции быть впереди? Как-то вот психологически оно изменяло вас? Ну, знаете, скажем так, что не давало расслабляться. И ты понимаешь, что ты должен быть лучшим. Должен быть лучшим. Потому что, ну, каждый, все тренировались, если ты не будешь тренироваться, ты не будешь делать то, что нужно делать для результата, естественно, ты можешь и не поехать, и, да, быть в сборной команде Советского Союза, и на сегодняшний день в сборной команде России. Ну, просто быть неинтересно. Хочется более серьезных стартов и более серьезных побед. Поэтому, естественно, когда за твоими плечами стоит там 3-4 человека, как это было в Советском Союзе, а то и больше люди стояли, то понимаешь, что нужно тренироваться, что нужно любить то, что ты делаешь. И делать, наверное, не лучше других, знаете, а лучше, лучшим быть в этом деле для себя. А там уже, как говорят, жизнь покажет. Что вам не дало возможности реализовать, вот, как говорится, схватить остальных двух китов? Это чемпионат мира и Олимпийские игры. Вот сегодня, заглядывая назад, вот, что так, как говорится, что пошло не так? Или ваше просто ощущение дзюдо как-то пропало или что-то еще? Да нет, ощущение дзюдо не пропало. Я травмировался на командном чемпионате мира в этом же году. И, ну, скажем так, не смог пройти правильную реабилитацию. И, естественно, где-то что-то как-то не получилось. В общем, не смог вернуться обратно в то русло, из которого меня выбило травму, скажем так. Вы, когда уже завершали спортивную карьеру, вы сразу уже понимали, что ваш путь дзюдо на этом не останавливается? И что вы будете продолжать его в тренировочной деятельности, ну, уже как тренер? Если честно, я тренером никогда не хотел бы быть. Я даже себя не видел. Я себя не видел. Это случайно получилось. Это, если мы вернемся в детство, это друг привел? Друг предложил? Ну, скажем так, да, хорошие люди предложили. Я просто оказался в определенном месте, где мне предложили поработать с человеком 2-3 месяца, попробовать. Вот попробовали, и оказалось, что почти 20 лет, наверное, или чуть больше 20 лет пробуем работать тренером. Большая разница быть тренером и быть спортсменом? Ой, это разные вещи, да. Когда ты тренер, когда спортсмен, ты отвечаешь за себя, а когда ты тренер, ты еще отвечаешь за тех людей, которые с тобой рядом. Понятно, что когда ты спортсмен, естественно, за тобой тоже команда стоит. Это и тренеры, скажем так, массажисты, еще кто-то, еще кто-то. А тренеры, естественно, ты должен видеть, чувствовать своего спортсмена, что ему нужно, что ему не нужно. Знаете, как говорят, план не догма, его можно всегда изменить. Поэтому тоже здесь, когда надо, естественно, можно и где-то там спортсмена немножко так поднагрузить, где надо, наоборот, нагрузку. Убрать, чтобы потом никаких, скажем так, нежелательных последствий не было. Но это разные, знаете, спортсмен и тренер, это разные направления, скажем так. Потому что ты спортсмена опять возвращаешь, спортсмена нужно видеть, чувствовать, как он, какое у него настроение, как он себя чувствует. Ну, все такие моменты, которые важны. Вот в тренерской деятельности у вас также были какие-то мотиваторы для того, чтобы улучшать тренировочную деятельность, свои знания в этом направлении. И вы для себя тоже ставили такие определенные задачи, достижения высот Европы, мир, Олимпийские игры? Ну, здесь, когда я в сборной команде был, я же, в принципе, был индивидуально тренером, там, года два-три, наверное, а потом попал, вот, уже мне предложили сборную команду России по юниорам. Ну, понятно, что сборная команда, это сборная команда, естественно, ты понимаешь, что должны быть золотые медали и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы. Естественно, тоже где-то подстегивает, там, если ты с предыдущего чемпионата Европы, с предыдущих соревнований официальных, чемпионат мира, чемпионат Европы привез одну или две золотые медали, то, естественно, хочется больше. Как бы это подхлёстывает и, естественно, даёт такой стимул идти вперёд. Вы много лет возглавляли юниорскую сборную России, потом вы возглавляли, были старшим тренером дзюдо по республике Татарстан. Большой регион, большая ответственность, я думаю, не меньше, чем возглавлять юниорскую команду дзюдо России. Сегодня вы продолжаете использовать свой опыт, продолжаете делиться своим опытом. Какая сегодня ваша функция? Вы продолжаете в дзюдо или всё-таки вы как-то пока... Вот наша последняя беседа была с вами где-то, наверное, около года назад, ну, чуть-чуть меньше. Вы говорили, что вы пока вот в поисках. Как сегодня? Кто сегодня, Владимир Драчко? Кто он сегодня? Кто я сегодня? Ну, скажем так, пока я не тренер. И пока, 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 как я говорил, пока я в творческом отпуске в таком. То есть кому надо помочь какими-то моментами, скажем так, прийти на тренировку, постоять, побыть, что-то подсказать. Как такой, даже не тренер, а наставник, что ли, да, не наставник, а как можно сказать. Как консультант. Консультант, да, как консультант, наверное, да. Владимир, ну, я вот знаю, что вы имеете такую, как бы, идею создания своей школы дзюдо, своего клуба. Вот это немножко совсем другая деятельность, да, уже более организационная, или вы хотите непосредственно принимать участие как тренер. Вот немножечко расскажите об этом. Знаете, во-первых, это не моя идея, Роман, была, а организовать клуб. Это моего земляка, друга Дмитрия Туко. Это вот как раз ученик джамбалета Нагучева. Он в свое время боролся, тренировался, там, неоднократный медалист чемпионатов и первенства. России, международный, чемпион мира среди военнослужащих. Не военнослужащих, а полицейским. Вот он мне как раз и предложил вот в этом процессе, в творческом отпуске, скажем так, предложил сделать школу, открыть школу. Вот мы с ним и открыли. Я думаю, если бы он не предложил, я бы, может быть, да, у меня какая-то идея была в голове, вроде бы там, что-то теплилось так, летало. Ну, вот Дима, скажем так, ее и подогрел. Он был вдохновителем. Он был вдохновителем всего этого, скажем так. Вот мы открыли, мы зарегистрировались, у нас школа есть, да, она зарегистрирована. Ну, мы начинаем с сентября месяца. Но я уже больше буду, наверное, знаете как, как больше, скажем так, как организаторские моменты такие выполнять. Да, я буду приходить также с Димой вместе, но более, уже буду больше, более такое направление будет как организаторские элементы. Естественно, это не говорит о том, что я на татами не буду приходить. Естественно, я буду на татами приходить и также участвовать в тренировочном процессе. Ну, вот если подвести некий итог вашего пути в дзюдо до сегодняшнего дня, вы можете вот для себя какие-то такие якорные точки или маяки по жизни вот такие основные установить? Вот какие-то, которые были вчера, которые были сегодня и которые могут быть завтра. Что вы имеете в виду, якорные точки? Ну, вот такие вот, может быть, самые такие сильные моменты жизни дзюдо Владимира Драчко вчера, сегодня и которые, возможно, могут быть завтра. Ну, которые, возможно, могут быть завтра, я не знаю, потому что мы планировать не можем, тем более в эту эпоху, я не знаю, что может быть завтра даже. Поэтому, ну, то, что было, когда я был спортсменом, что могу сказать, что было интересно, классно и захватывающе. Тогда был один момент в спорте, как активный спортсмен, когда в тренерской, в сборной команде России вели. Это не я один вел, а мы вели, потому что была команда. Опять, это не я. Это команда, и я благодарю всех, кто были и помогали мне. Вернее, вернее, не мне, а мы шли вместе в этой команде, потому что я один ничего бы не сделал. Вообще ничего. Это не я, а мы вместе. Начиная от творца, заканчивая творец, родители и все те уникальные люди, которые находились со мной рядом и находятся со мной рядом. Поэтому в свое время везде было хорошо, скажем, интересно, интересно по-своему. Да, были моменты, где было тяжело, но, скажем так, как есть такие моменты, знаете, понимание, преодолеваешь трудности, естественно, будешь подниматься на ступеньку выше. То есть, есть возможность стать, это не трудность, не препятствие, а есть возможность стать на ступеньку выше, преодолеть какие-то моменты, что-то почерпнуть новое, естественно. Поэтому. Ну, сегодня вы, вот как можете для себя сказать, вот на сегодняшний день вы удовлетворены своем пути в дзюдо? Вы, вот, получили на сегодняшний день, вот, на ваш взгляд, то, что вы хотели получить от дзюдо? Ну, как мы уже говорили вначале, это Олимпийские игры. Понятно, что я до Олимпийских игр не доехал в меру определенных обстоятельств, да, там, таких. Ну, тем не менее, тем не менее, ну, значит, так и должно было быть, знаете, значит, так и должно было быть, и, ну, жить прошлым, и вспоминать, что вот, там, когда-то мне что-то помешало, когда еще, ну, значит, так и должно было быть. значит так и должно было быть значит вот мой предел был это вот европа там игры доброй воли там командный чемпионат мира еще что-то еще что-то вот такие моменты поэтому я не жалею я не жалею я брат что я прошел такой путь поэтому зато я вырос в этих трудностях я вырос в этих трудностях меня это не сломало и доволен и благодарен этому поэтому все нормально и не хочу никого там обвинять беру только ответственность на себя беру только ответственность на себя за все что происходило как спортсмен как тренер сборной как тренера в татарстане там везде только ответственность на себя беру и поэтому естественно делаешь какие-то определенные выводы анализы и идешь дальше и все владимир ну вот на такой так сказать позитивной ноте можно сказать мы завершим нашу первую беседу я думаю что она прошла очень хорошо и конечно же много вы сказали интересного я благодарю вас уверен что кто посмотрит наше видео что-то больше подчеркнуто вас узнают как о личности как о человеке который вот прожил уже определенный этап жизни дзюдо особенно наверное для молодого поколения для тех кто только первые шаги делает дзюдо вот поэтому от меня вам большое спасибо и я хочу напомнить тем кто будет смотреть наше видео что следующая наша беседа будет немножко в другом ракурсе и как мы с вами запланировали мы уже более конкретно углубимся в дзюдо и хотелось бы услышать следующей встречи ваше экспертное мнение о дзюдо вчерашнем сегодняшнем и опять-таки ну как бы завтрашнем именно с точки зрения специалиста дзюдо как вот на ваш взгляд дзюдо развивается но это уже в следующей беседе вот а пока вам огромное спасибо за вот эту нашу первую встречу благодарю вас роман хочу поправить я не эксперт я да я дзюдо много лет ну я себя не считаю экспертом каким-то я просто даже не свое видение или не свое мнение я могу сказать как даже слова подобрать не могу ну как я вижу как как думаю наверное может быть или как ну это вот как бы личное мнение ваше от дзюдо вот так вот дзюдо именно с точки зрения ну вот такой уже профессионального понимания вот я буду вам благодарен что если мы сможем с вами сделать такое видео для опять-таки так сказать в рамках просветительского такого проекта образовательного изучения дзюдо со всех его сторон давайте попробуем давайте попробуем спасибо еще раз владимир и до новых встреч до новых встреч роман благодарю вас доброго дня вам